Наш город немножко с другого ракурса с вами. Но чтобы наше путешествие было не только приятным, но и безопасным, просьба без особой надобности не вставать со своих мест, не перебещаться по теплоходу, не свешиваться за борт. А также будьте, пожалуйста, внимательны, следите за сводами мостов. Они бывают у нас различной высоты. Поэтому, пожалуйста, берегите свои головы. Спасательные жилеты взрослые и детские находятся внизу в салоне. При необходимости вы можете воспользоваться, обратившись за помощью к помощнику капитана нашего корабля. Ну а наше с вами путешествие начинается здесь, на реке Фонтанке. Сюда же мы с вами и вернемся. И первым мостом с вами путешествия будет мост Аничков. Когда-то в Петровское время здесь располагалась Аничкова застава. И будет построен один из первых деревянных мостов. И будет руководить строительством этого моста подполковник Аничков. От себя такое название. Деревянный мост обречает его замене каменным. На название деревянного моста приведет на название каменного. Этот мост украшает четыре конные скульптуры, выполненные по проекту Скульптор Клотта. Если пройтись по кругу, то можно увидеть четыре стадии украшения коня. Ну а когда-то на мосту стояли две пары одинаковых лошадей. Одну из пар император Николай Первый дарит Неаполю. Клот снова отливает две пары одинаковых лошадей. А император Николай Первый берет и дарит их Берлину. Так что в Неаполе и Берлине вы можете увидеть камень с Аничкова моста. Впоследствии Клотта надоест выполнять один и тот же заказ, а он сделает Алигурии украшение коня. Так что вот если пройтись по кругу, то можно увидеть четыре стадии. И мы проходим с вами по Аничкову мосту. С названием Аничкова моста связано название Аничкова дворца. С правой стороны фасад здания серого цвета с колоннами это Аничков дворец. Его еще называют дворцом фаворитов. Так как он строится в царственной императорице Елизаветы Петровны для своего фаворита графа Розумовского. После смерти графа этот значительный земельный участок будет приобретен в казну. И здесь разместится сиротский впоследствии приют. Ну а мы покидаем с вами парадные частики фонтанки. В основном с правой и с левой стороны мы будем видеть застройки доходными домами конца 19-го, начала 20-го века. Ну а что такое доходный дом в Санкт-Петербурге? В императорское время сдавая квартиры в наем, получали доход. Отсюда такое название. К концу 19-го века численность населения города у нас увеличивается. На дворах начинается строительство продольных и поперечных фигелей, что приводит к темным дворам колодца. И в те времена даже говорилось, что лучше иметь один доходный дом в Петербурге, чем золотой прииск в Сибири. Можете себе представить, какие доходы получали домовладельцы, сдавая квартиры в наем. И один из таких доходных домов привлекает наше внимание с левой стороны здание с тремя арками постройки начала 20-го века. Многие историки считают, что первые электрические лифты, которые появились в Санкт-Петербурге, они появились именно в этом доходном доме. Также это один из первых доходных домов, который будет оснащен у нас водопроводом. Но не всегда на обеежды рек и каналы были одеты в грани. В середине 18-го века создается комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга. Тогда для каждой реки будут спроектированы свои типовые здания, свои типовые мосты, свои спуски к воде. К одному из таких однотипных мостов мы с вами сейчас и приближаемся. Таких мостов когда-то было через реку Фонтанку-7, сейчас сохранилось только два. Это мост Ломоносова и старый Калинкин мост, который располагается чуть ниже по течению реки Фонтанки. Этот мост нам говорит о том, что река Фонтанка когда-то была судоходной рекой. Раньше в башенках справа и слева были заключены разводные механизмы. Мост разводился. После того, как река Фонтанка перестанет быть судоходной рекой, разводной пролет, заменят постоянную. Чуть впереди из правой страны постройка советского времени. Вот такие здания в центральной части города у нас появляются после Великой Отечественной войны. В годы войны наш город находился в кольце блокады 900 дней. Тогда на наш город будет сброшено около 127 тысяч бомбоснарядов. Около трех тысяч зданий будет разрушено. Около полумиллиона мирного населения погибнет в годы блокады. Но все-таки наш город выстоял, победил, поэтому был достоин города-героя. Ну а чуть впереди, с правой стороны, фасад здания зеленого цвета. Это большой драматический театр имени Товстанокова. В имбираторское время здесь располагался деревянный театр имени Суворина, который сгорел. По инициативе Максима Горького здесь будет построено каменное здание театра. Длительное время носило имя выдающегося писателя. А когда главным режиссером становится Товстаноков, он многое сделает. Для развития, после его смерти, театр будет переименован. Чуть впереди, с левой стороны, трехэтажное здание желтого цвета с большим балконом. Это бывшая казарма Московского гвардейского полка. Этот полк войдет в историю России связанными с событиями 14 декабря 1825 года с восстанием декабристов. Этот полк по приказу братьев Бестужевых отправится на Сенатскую площадь и придет туда первым. Так что можно сказать, что именно в этих стенах и родилось восстание декабристов. Московский гвардейский полк проходил по Семеновскому мосту, к которому мы с вами сейчас и приближаемся. С левой стороны от моста когда-то кроссировался Семеновский полк. Отсюда и такое название. Ну а близ моста с правой и с левой стороны вы можете увидеть две предмостные площади. Слева полукруглая, справа квадратная. Ну а что такое предмостная площадь в городе? В императорское время перед мостами скапливался транспорт. Он затруднял движение по мосту, поэтому были сформированы транспортные развязки, которые назвали предмостными площадями. Вот такие две предмостные площади можно увидеть с правой и с левой стороны. Ну а на нашем пути будет Горский мост. Когда-то здесь жил купец. На одной стороне, на другой стороне находился его кабачок. Он строит мост иллегально. Для того, чтобы жители города быстрее могли попасть к нему в кабачок, он взымает по Горский монет. Отсюда и такое название. Ну а близ моста с левой стороны мы можем с вами увидеть четыре трубы. Это первая электростанция, которая будет построена в Санкт-Петербурге за счет иностранного капитала. Вот эти четыре трубы на шутку называют перевернутый стол и спящий слон. С правой стороны три одинаковых здания красного, желтого и зеленого цвета. В зеленом цвете здания когда-то жил президент Академии художества Ленин. Здесь, в Прилуо Ленинах, Пушкин постучает Амнукер и напишет одно из своих стихотворений. «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». У нас с именем Пушкина связан и фасад здания с левой стороны желтого цвета. Это бывшая Абуховская больница. Когда-то у Абуховской больницы был отдельный корпус, который был покрашен в желтый цвет, где лечили умалишенных. Именно в этом желтом доме бывал Александр Сергеевич Пушкин. Он навещал своего друга-офицера, помешанного на игре в карты. И, видимо, в этих стенах и родилось произведение Пушкина «Пиковая дама». Как известно из произведения, Герман сошел с ума, сидит в Абуховской больнице в 17-м номере. И ночи вопросы не отвечает, а только бормочет «Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама». В здании больницы работали многие выдающиеся медики, такие как Мечников, пирогов. Сейчас располагаются клиники военно-медицинской академии. Своё название «Абуховская больница» получила от Абуховского моста, к которому мы с вами сейчас и приближаемся. «Абуховская больница» 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 И впоследствии Пушкин в своем произведении Евгений Онегин напишет «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». А сейчас здесь располагается музей Державин и его губерния. Но на нашем пути будет Измайловский мост. С левой стороны от моста когда-то квартировался Измайловский полк. Отсюда и такое название. «Старик Державин» Чуть впереди, справа и слева стороны, мы видим два устоя от трамвайного моста. Из-за строительства с левой стороны доходного дома пришлось разобрать мост. Именно от этих доходных домов появилось еще такое понятие, которым наш город пользуется до сих пор. Понятие «оборадных». Более состоятельные люди снимали квартиры окнами, обращенными на улицу Лубоканал. И для них будет открыта специальная парадная лестница для менее состоятельных окнами, обращенными в отбор. И для них будет открыта черная лестница. Так что понятие «оборадные» наш город пользуется до сих пор. На нашем путевое сейчас Красноармейский мост – это мост трубопровод. У нас мосты используются не только как пешеходные транспортные развязки, но и также как трубопроводы. Так что можно посмотреть, как в устоях моста у нас задекорирован трубопровод. Красноармейский мост Красноармейский мост Красноармейский мост И мы с вами сейчас оказались на Крюковом канале. Изначально канал был прорыт от реки Небытой реки Мойки, поступал его подрядчикам крюков. Впоследствии его соединили с рекой Фонтан. А с левой стороны мы с вами оставляем место под названием Коломна. Именно сюда, из-под московного села Коломенского, будут переброшены работные линии. Они очень сильно будут оставать по своему дому. И, видимо, поэтому свою свободу назовут Коломны. Именно здесь, в Коломне, у своего родственника Хвостова будет жить выдающийся полководец Уороб. Именно отсюда направится свой знаменитый итальянский поход. Сюда же он и вернется. И здесь застанет его известие о том, что император Павел I отстраняет его от дела. Он очень сильно будет переживать свои отставки. Поступы в Коломне здесь у нас кончается. Это создание. С левой стороны отмечена нарями табличка 7 мм. На нашем пути будет старый Никольский мост. За ним мы с вами окажемся в уникальном месте в водной площади. И для нас с этой точки в нашем городе можно насчитать сразу же 7 мостов. И мы с вами пересекаем канал Грибоедова. Чуть впереди, с правой стороны, нам прошла видна колоргольня Никола-Боговенского собора. И мы с вами увидим сам Никола-Боговенский собор. Но почему в этой части города появляется собор? Когда-то значительный земельный участок здесь принадлежал морякам. И здесь будет построена деревянная часовня для иконы Николая Чудотворца. Царство не дочери Петра Елизаветы Петровны. На мостовые деньги. Тогда за проезд по Петербургским мостам взымали пошлину. Именно на эти средства будет построен собор. Собор двухэтажный. Нижняя – это Никольская церковь. Верхняя – это церковь Поговения. Ну а почему соборы строились двухэтажными? В зимнее время очень сложно протопить такое большое массивное здание. Поэтому для прихожан открывался нижний этаж, а большие церковные праздники и верхний этаж. Святой Николай является покровителем моряков, а также путешественников. Так что можем сказать, что Святой Николай покровительствует и нам с вами. С правой стороны – это создание серого цвета постройки начала 20 века. Его еще называют Шалятинским ромом не потому, что здесь жил выдающийся билет Шалят. А он всего лишь растутал и мимо спадельчика в строительстве этого станка. Но на нашем пути будет Торговый мост. С левой стороны от моста когда-то находился Литовский рынок. Он сгорел, либо восстанавливать не стали. Но на звуке моста так и сохранился. С правой стороны фасад здания зеленого цвета. Главный фасад обращен на театральную площадь. Это Мариинский театр. Был построен по указу императора Александра II. С названием получил в честь жены императора Марии Александровой. Сейчас это один из немногих театров, который сохранил интерьеры, начиная с начала 20 века. Ну а с левой стороны мы видим с вами современное здание. Это здание было построено для второй сцены Мариинского театра. Зеленый фасад здания серого цвета. Он выходит и сюда на канал, и на улицу Декабристов. Именно в этом здании находится аптека, про которую Блок напишет одно из своих стихотворений. Ночь, улица Фонарь, аптека. Умрешь и повторится все как стать. Ночь, ледяная река канала. Аптека, улица Фонарь. Так что аптека в этом здании сохранилась еще с блоковских времен. Ну а мы покидаем с вами Крюков канал и скоро будем двигаться по реке Мойки. И мы с вами теперь оказались на реке Мойки. Пройдем мы с вами сейчас под Краснофлотским мостом. А вот следующий мост на нашем пути будет самый романтический мост в нашем городе. Свое название мост носит поцелуев. Существует традиция целоваться на этом мосту. Ну а кто катается на реках каналах, то под мостом. Традиция гласит о том, что кто поцелуется на этом мосту, тот никогда не расстанется. И даже в песне Утесова поется, что все мосты разводятся, а поцелуев нет. Ну а если мы с вами посмотрим вперед, то мы видим золоченый купол Исаакиевского собора. Это второе по величине здания в Санкт-Петербурге. Высота собора составляет 101 метр. Ну а почему в Санкт-Петербурге появляется Исаакиевский собор? Петр I родился в день святого Исаакия Далманского. Поэтому не случайно в любимом его дечи будет построен собор. Это четвертый по счету собор строится по проекту архитектора Агусто Монферана. Однажды Монферану предсказали, сколько будет строить этот собор, столько он и проживет. И, видимо, поэтому он и затянул строительство собора. И действительно, когда собор будет полностью освещен, через пару дней архитектор скончался. На завещании попросил похоронить Исаакиевского собора, но в католике православная цель, как таких сохранений, не принимала, поэтому был похоронен у себя на Рожьем Петербурге. Ну а справа, справа, мы видим фасад здания Рожьего процвета, это Юсуповский дворец. Вот именно в этом дворце Юсуповы проводили все свое значительное время, когда они бывали в Санкт-Петербурге. Именно здесь они устраивали свои пышные баллы, которые ничуть не уступали императорским баллам. Иногда количество приглашенных на балл у них могло составить до полутора тысяч человек. В этом дворце в начале 20-го века происходит убийство и более разумительно. Сейчас это один из немногих дворцов, который сохранил примеры, начиная с начала 20-го века. Но на нашем пути будет Почтамский мост. С левой стороны за домами располагается Глагпочтам, отсюда такое название. Это цепной висячий мост. Именно у этого моста вы можете посмотреть, за счет чего держится этот мост. Мы видим металлические трусы, которые уходят в колодец и находятся противорезы, за счет чего и держится этот мост. С левой стороны здание серого цвета. Это бывшая ветеранско-реформаторская церковь. Мы можем только предполагать, как это здание выглядело. В начале 20-го века в советское время здание будет перестроено. Для 20-го культуры работников связи. И уже в таком виде дойдет до наших. Но на нашем пути будет фонарный мост. По нему проходит фонарный берегулок. Отсюда и такое название моста. Продолжение следует... Чуть преди, с левой стороны, мы с вами сейчас увидим гранитный обелиск, где металлическими полосками у нас отмечены самые высокие подъемы уровня воды. Это памятник на воде неба. Ну а почему в Санкт-Петербурге происходит наводнение? Дует западный ветер с Балтики, появляется нагонная волна. Она запыряет реку в его гости. Ей некуда сбросить свои воды. Поэтому уровень берегулоканалов у нас увеличивается. Первое наводнение произойдет уже через 3 месяца после основания города. Ну а самое большое произойдет в ноябре 1824 года. Вот как раз ветки, металлическая табличка нам говорит именно об этом. Также с левой стороны мы видим гранитный памятник императору Николаю I уникален тем, что стоит в лампу в точке хромкора. Всего два таких памятника в мире. Это в Вене и в Санкт-Петербурге. Ну а мы с вами пройдем под самым широким мостом не только в Санкт-Петербурге, но также в Европе. Шлина моста составляет около 100 метров. Свое название мост носит синий. Санкт-Петербурге Ну а мы с вами прошли под синим мостом. На нашем пути будет красный, зеленый мост. Почему такое цветное название мостов? Когда-то эти мосты были деревянными, перила мостов были покрашены в различные цвета. Тот мост синий, следующий мост красный, зеленый. Деревянные мосты обветшали, их заменили ныне существующими мостами. Но название деревянных мостов перейдет на название ныне существующих. Так что мы с вами сейчас будем проходить под красным мостом. Ну а Санкт-Петербург у нас называют еще северной Венецией. Связано это с тем, что если посмотреть на карты начала 18 века, то наш город располагается на 101 острове Венеции, же располагается на 118 островах. Цифра где-то похожая. Плываешь город достаточно заболосистый, очень часто страдает от наводнений, поэтому многие реки и каналы были засыпаны. И сейчас наш город располагается на 42 островах, имеет свыше 350 мостов, из них 21 мост разводной через реку Нью-Бу, а также имеет свыше 60 рек и каналов. Санкт-Петербург занимает второе место в мире по количеству мостов после Венеции, поэтому наш город и не случайно называют северной Венецией. Ну а мы движемся с вами по реке Мойки. Почему такое название получила река? Река-река называлась Мулен-Яшта, в переводе с финского означает «Колочная речка». Река тогда действительно провел свое начало из малых, поэтому было такое название. Впоследствии реку Мойку соединились реку Ханка, которые мы стали использовать для полоскания беременно, может, и отсюда возьмите такое название. С правой стороны, посмотрите, у нас в основном двухэтажное здание. Здесь можно примерно почувствовать застройку Петровского времени. Вот так вот выглядел Санкт-Петербург в Петровское время. В основном он был деревянный, очень часто страдал от пожаров, поэтому именно в царствовании Петра первого впервые появляются первые пожарные части. Были созваны специальные бригады, они ходили по улицам города, следили за тем, что если в какой-то части города происходил пожар, то давали сигналы, и жители города принимали активное участие в тушении пожара. Петра сдает также следующий указ, говорящий о том, что нельзя строить дома выше зимнего 20, так как не было технологии, которая не могла позволить протушить более высоко стоящее здание. На нашем пути сейчас будет Зеленый мост, это первый чугунный мост, который появляется не только в Санкт-Петербурге, но также в Европе. Проходя под мостом, можно посмотреть, как раньше чугунными секциями, болтами, скреплялись мосты. Ну а справа стороны фасад здания Розового цвета, это Строгановский дворец, будет построен для графа Строганова. Сейчас здесь располагается филиал русского москва. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И мы с вами сейчас пойдем под вторым зимним мостом Под первым зимним мостом этот мост был построен в середине 18 века Один из первых каменных мостов, которые появляются в Санкт-Петербурге Движемся по зимней канавке Это один из коротких каналов города Основные здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге 5, 4 с них уходит на Кварцовую набережную Пятое здание Эрмитажа нам не видно И вот с левой стороны мы видим фасад здания нового Эрмитажа. Чуть впереди, с правой стороны, фасад здания зеленого цвета. На фасаде здания выделено два желтых окна с мелкой растекловкой окон. Именно здесь когда-то находился Зимний дворец Петра Первого, где он и скончается. Отсюда и название канала «Зимняя канавка». И мы с вами проходим по дару Эрмитажа. И через Эрмитажный мост войдем в главную водную магистраль города – Акваторий реки Небель. И мы с вами вышли в главную водную магистраль города – Акваторий реки Небель. Почему такое название носит главная водная магистраль города – река Небель. И это до Ладожского озера называлось «Синево», что в переводе означает «море». И, видимо, когда произойдет прорыв вор из Ладожского озера в Финский залив, отсюда и возникнет название реки Небель. Протяженность главной водной магистраль города составляет 74 километра. Из них в черте города протекают 56 километров. В реке Небель состолько лады, сколько дон и Днепр вместе взяты. Течение реки составляет 45 километров в час. Преопоказающая щель на реке составляет 400-600 метров. Но и езди река Небель достигает 1200 метров. Это стрелка по Северскому острову. С левой стороны мы с вами оставляем первую постройку города. Это Петропавловская крепость. Ну а почему первая постройка города у нас является Петропавловской крепость? Мы можем расстроиться в годы Северной войны, которая начинается в 1700 году, Продрится до 1721 года за выход к Балтийскому морю. В год этой войне как раз у нас и начинается строительство нашего города. 27 мая 1703 года на небольшом острове Каминносил свое название. Миннес-Амнист, который означает завершенность, будет завершена крепость Санкт-Петербурга. Впоследствии на территории крепости будет расстроиться мор, освященный в честь Лепетопостола Петра и Павла. Крепость будет именоваться Петропавловской. Но название крепости Санкт-Петербург перейдет на название молодого города, где мы с вами сейчас и находимся. Санкт-Петербург в переводе означает город Санкт-Петербурга. Обратите внимание с левой стороны на колокольню Петропавловского собора. Это самое высокое альфетитудное здание. Высота колокольня составляет 122,5 мм. Его венчает Англоский фонг. Это один из символов Санкт-Петербурга. Ну а Петропавловский собор у нас является усыпанием центра. Здесь захоронены практически все альфаторы, начиная с Петра первого и заканчивая последним альфатором Николая второго. Единственный, кто здесь не похоронен, здесь не похоронен. Петра второй, кто похоронен в Москве. Со стенки для Павловской крепости у нас ни разу не прозвучит. Ни одного боевого выстрела, так как через год 30 км от Густерикеневы будет заложена крепость Камштадт. Наборки к ее форте. И вот так вот единственный судовой формат, который в Густерикеневу, он обстреливался с двух сторон. Из-за всего существования крепости Камштадт, ни одно вражеское судно так и не найдет Густерикеневы. Поэтому Петропавловская крепость у нас остановится в политической тюрьме. Первым мозгом для Петропавловской крепости будет сын Кита, царевич Алексеев. Трогичная судьба его закончится в стенах Петропавловской. По одной из версий, что Катер Севстонаручно задушил своего сына. По другой из версий, что вы просто макристот правильный. И маму может придерживаться только на версии, которая нам больше всего нравится. Впоследствии здесь содержали в городе Черношевский и Декабристов. Но последними узниками Петропавловской крепости у нас будут великие Китайские апреты в 2019-м году. Были названы вне закона и на территории крепости будут расстреляны. С 1924 года Петропавловская крепость работает на Казахстане. Но на нашем пути будет Троицкий мост. Строительство моста было приурочено в 200-летие Санкт-Петербурга и в 25-летие бракосочетания Александра Третьего и Марии Федоровны. На конкурс было принято 16 проектов. Будет принимать французский инженер Эйкин. Он выигрывает этот проект. Но мост будет построен по другому проекту. По французской фирме Ботиньон. И торжественно мост будет открыт 27 мая 1903 года. Так что этому мосту у нас уже более стабильный. Этот мост, как и все мосты через акваторию реки Милы, он разводной. Но не обязательно, что у нас мосты должны разводиться по середине. Как ведет судовой фарбаток, так и разводятся мосты. И самый крайний правый пролет, это и есть разводная часть моста. Час сорок ночи разводится Троицкий мост. Троицкий мост Набережная плавно перетекает в звенья решетки. Она заканчивается гранитными колоннами, но она уже вазами и турнами. Кованная решетка была выполнена в середине. Восемнадцатого века именно про эту решетку Анна Ахматова напишет. Я к розам хочу, так единственный сад, где лучшее убили стоит из-за град. Вот такие строки она напишет про решетку летнего сада. В середине девятнадцатого века приезжает англичанин из Англии. Бросает якорь напротив решетки летнего сада. Побыв здесь всего лишь один день, он обратно отправляется в Англию. И вас спросили, почему же вы так и не вышли на берег. А он сказал, что я видел, что я самая красивая в Санкт-Петербурге. Вот это решетку летнего сада. И мы с вами снова оказались. На реке Фонтанке с правой стороны от нас остаются деревья летнего сада. Летний сад – это самый старый сад Санкт-Петербурга. Всего лишь на один год моложе нашего города. В 1704 году начинается разбивка этого сада. Любой сад, который появляется в Петровское время, он хотел сделать продолжением дворца. Вместо стен он использует зеленые кроны деревьев. Вместо наборных паркетов – палисадники. И действительно, когда-то находился в этом саду, было ощущение, что ты находишься в одной из парадных залов дворца. Ну а слева, с стороны трехэтажное здание желтого цвета с колоннами – это здание бывшего училища правоведения. Здесь когда-то готовили юристов. У них была форма, и в Санкт-Петербурге называли чижиками. Видимо, они любили отдохнуть после трудового учебного дня. Поэтому про них и сложили такую шуточную писемку. Чижик, ты же где-то был на фонтанке, водку пил. Так что вот именно с этим зданием и связана эта шуточная писемка. Именно это училище впоследствии закончит будущий композитор Петр Ильич Яковский. С левой стороны от нас остается здание желтого цвета одноэтажное. Это здание бывшего партикулярной верфи. Впоследствии надобность в этой верфи спадет. Здесь разместятся соляные склады. И эту часть города называют еще соляным городком. В середине 19 века эти здания будут перестроены для всероссийского сельскохозяйственного выставки. И уже в таком виде дойдут до нашей пути. Но на нашем пути будет один из красивейших мостов в нашем городе. Своё название мост просит Пантелеймоновский. С левой стороны от моста располагается церковь, освященная в честь святого Пантелеймона. Отсюда и такое название. Но, к сожалению, собор с воды нам будет не виден. Но именно по названию собора получил своё название мост. Когда мы с вами выйдем из-под моста, в правую сторону от нас будет уходить исток реки Мойки. И у истока реки Мойки на небольшом постаменте мы с вами сможем увидеть самый маленький памятник города, памятник Чижупа-Пыжукова. Выходим из-под моста и смотрим в правую сторону. Мойки Мойкинпадэверфор . Ну- около. Мойкинпадэверфор был о тампировал Мойкинпадэверфор Как же мы с вами видим с правой стороны фасад здания Раджио Цвета, это Михайловский, его инженерный замок. Он был построен на территории 3-го лейтого сада. Здесь когда-то находился деревянный дворец Елизаветы Петровны, где родился будущий империатр Павел I. Когда Павел I приходит к власти, он боится за свою жизнь, но это есть у него свое основание. И как он говорит, где родился, хочу умереть, начинается строительство замка. Когда началось его строительство, тогда же его строительство Исаакиевского собора и множество стройматериала забирали со стройки Исаакиевского собора для строительства Михайловского замка. Именно многие жители города тогда говорили, что это плохое без знаменования для императора. Император настолько боялся дворцовых переворотов, что даже свой замок построил на острове, о чем нам сейчас в правой стороны свидетельствует второй инженерный мост. Здесь когда-то проходил Воскресенский канал. Небольшой участок канала будет восстановлен в 300-летие города. Но не успев восохнуть краской в Михайловском замке, как императорская семья прибирается сюда. Но особо долго здесь она не проживет. Всего лишь 40 дней. На 40-й день путем предательства император Павел I будет задушен в собственной спальне. Видимо, цифра 4 для императора будет роковой, так как он пробыл на престоле всего лишь 4 года, 4 месяца, 4 дня. И на 40-й день путем предательства он будет задушен в собственной спальне. После смерти императора здесь разместится инженерное училище, отсюда второе название замка. Сейчас здесь располагается для русского музея. Но на нашем пути будет мост Милинского. В свое время здесь неподалеку жил литературный критик. Отсюда и такое название моста. В плане, когда от моста Милинского до Невского проспекта с левой стороны обширный участок у нас занимал четвертый летний сад. Еще в петровское время этот значительный земельный участок будет подарен предмаршалу Шельмите. О чем нам сейчас будет свидетельствовать здание за оградой Шельмитеевского дворца. На фронтоне и на воротах здания вы можете увидеть, где Шельмитеево. Шельмитеево многое сделало для развития культуры России. Этот дворец им будет принадлежать до 1917 года. Сейчас здесь располагается музей театрального искусства. В одном из лигий дворца практически всю свою жизнь проживет поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Здесь будет открыт музей-квартира Анны Андреевны Ахматовой. Но вот так вот незаметно наше с вами путешествие подходит к концу. Свою экскурсию хочу закончить словами Пушкина. «Люблю тебя, Петра Твоимя, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой его грани». Так что всех вас благодарю за внимание. Будет убедительная просьба, пока мы не пришвартуемся, пока нас не пригласят на выход. Пожалуйста, не вставайте со своих мест. Продолжение следует...